всем привет если кто-то думает что сейчас я буду рассказывать о группе motorhead то нет почему да потому что группе motorhead рассказывать в общем честно говоря нечего достаточно услышать одну песню motorhead любую и можно сказать что ты слышал все альбомы motorhead от первого до последнего и даже те те которые еще не вышли когда-нибудь выйдут это правда у меня нет дома ни одной классики motorhead у меня было штук 12 наверно или 13 но я понял что в общем я слушаю и песня остается прежней как спела замечательная группа Led Zeppelin мною любимая чрезвычайно поэтому все что осталось от motorhead это вот эта замечательная футболка и музыка группы hockwind в которой играл знаменитый любимый многими lemme играл он не только на бас-гитаре играл и на гитаре и пел и даже сочинял несколько песен у hockwind но потом ушел и стала вот эта штука нет нет я на ночь вчера слушал очень хорошую группу которая записала несколько хороших альбомов ну на мой взгляд это вот металлика конечно же люблю иногда на ночь послушать такую музыку успокаивает и сны снятся яркие хорошие добрые спокойные очень потому что музыка она не требует погружения большого да простят меня поклонники металлики и сами музыканты металлики она очень хорошая но она такая прямая понятно в общем и и и и успокаивает меня лично я не знаю может быть у меня извращенный вкус какой-то адреналин у меня не бурлит от музыки металлики наоборот скорее наоборот я так вхожу в блаженное состояние наверное того что вспоминаю молодость свою молодость музыка молодых это музыка молодых парней у которых кипит кровь бурлит тот самый адреналин который я уже упоминал сегодня и все ни почем этим ребятам так и было и у меня такое было да у сейчас такое есть именно поэтому мне приятно все это дело слушать когда тебе 20 лет то эта музыка очень даже по кайфу как говорится собственно мне кажется металлика для поколения 90-х это то же самое что группа дипе по для поколения 70-х абсолютно когда я был школьник учился в младших и средних классах дипе по это было все все мои друзья сходи с ума я тоже так же как в 90 наверное от металлики молодые люди школьники тоже перлись по полной схеме но мой самый любимый альбом это just this for all о котором я буду говорить отдельно потому что с ним связано некая история в моей жизни вообще он музыкального не очень нравится но вообще у меня четыре первых альбома я считаю что это самое лучшее что записала металлика потому что потом уже пошло пошла музыка такая какую играют все может быть металлика играют где-то лучше где-то так же но в принципе ничего такого ах какого интересного этом для себя не нашел ну такой тяжелый до металлический рок ну да ну что а вот первые четыре это конечно не что ну кило мол конечно же первый альбом чек он чрезвычайно хорош тем что у ночь похож на панк фактически это панк-рок просто сыгранных немножко в другом стиле и спеты по-другому над мелодическими вокальными линиями вообще здесь не заморачивались ребята просто в тональности было прокрикнуто и пропета по ноткам все хорошо но мелодических линий в общем практически и нету ну за исключением песни удивительная the four horsemen семиминутной которая вошла в концертную обойму металлики да все я говорю такие очевидные вещи все их знают но тем не менее многократно исполнялась на концертах я думаю что и будет исполняться еще но она немножко сюда не лезет в этот альбом потому что она написана еще не бейте меня только морально она написана по канонам по сетке хард-рока абсолютно местами вообще похоже на deep apple гитарные ходы рифы построение сама ритмика очень похоже на deep apple и еще на десяток коллективов которые играли классический хард-рок но здесь это сделано в металле все жесткость вот это все есть но сама по себе песня она такая вот хард-роковая из нескольких частей монументальная красивая и здесь пропета конечно много чего еще но она меркнет по сравнению с песнями hit this light motorbreath jump in the fire и выплэш на первой стороне вот этот безумный инструментал басовый я не беру в расчет он меня вышибает всегда просто из привычного состояния он очень странный такое ощущение что клифф бертон решил пойти куда-то в авангард вдруг играет вдруг вот он играет металл 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 а потом решил вспомнить свои уроки фортепиано музыкальную музыкальную грамоту теорию музыки все вот эти вот погружения в классическую историю и решил что-то такое авангардное изобразить потому что гармонически про мелодически я не говорю а гармонически она какая-то такая задумчивая очень очень задумчивая непонятно куда ведущая вообще проника про непонятно куда ведущая могу сказать что песни металлики мне нравится еще и тем что они большинство из них они бесконечны вообще что я имею ввиду что у большинства песен не у всех но у большинства металлики нет логического завершения в песнях то есть их можно играть еще пять минут можно оборвать раньше и останавливаются они примерно там где музыканты вот играли 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 сочиняли 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 потом говорят здесь всех вот здесь вот остановимся почему как зачем и это то что мне больше всего нравится в этой группе здесь они еще не достигли в совершенство вот этого совершенство аллогизма своей музыки а в третьем и четвертом альбомах это уже в полный рост пошло вот про третий и четвертый альбом потом мы поговорим отдельно а здесь зверски настоящий молодежный здоровый разово щеки панк-рок но с игром в стиле металл конечно вот в этом конечно огромный кайф фантом лорд на второй стороне очень хорошая песня и больше мне нравятся неожиданные брестки соло соло-гитары которые играются с такой скоростью и в таких местах неожиданных что такое ощущение что вылетает из тональности потом входит обратно потом патана по тональностям просто вот так вот как-то проходит раз и возвращается в нужную тональность но это конечно не так но эффект такой вот создается вот этой невероятной гитарой хэммета может вот идет идет песня риф все понятно откуда то непонятные ноты какие непонятно откуда вообще раз пришли сюда улетели обратно и и и и и и опять вернулись очень здорово очень так будоражит хотя перед сном будоражится не хорошо но это все равно так приятно приятно слушается очень очень музыкально но римурс очень нравится мне эта песня она действительно не нравится музыкально она тоже из нескольких небольших частичек собрана с таким около около классическим соло который я не знаю кто придумал может быть хэммета может быть и клифф бертон скорее всего я думаю что бертон тут руку приложил тоже к развитию музыкальному этой штуки но second destroy это в чистом виде панк просто это вспоминается студжес сразу но опять таки я говорю сыграно в металле все не чистый панк а песня выстроена как панк и metal militia это уже просто speed металл и все что хотите трэш угар и полный кайф ну про первую сторону я говорил что hit the light motorbiz jump and the fire где дурацкая на самом деле песня хотя она и была синглом было выпущено но она дурацкая и этим и хороша что она дурацкая какая-то такой вот панк хардкор или хардкор панк или как угодно можно назвать и выплэш это полное безумие это тоже угар угар трэша абсолютный и такого угара трэша до этого альбома еще никто не играл записано все было если мне память не изменяет неделю за две по моему и на очень дешевом аппарате что слышно и в этом тоже есть свой кайф потому что звук отвратительно дешевый здесь и у гитар и у барабанов и у баса слышно что и комбы и гитары и все было такое в общем не за три копейки но за 15 скажем так но при этом все от души и поэтому все звучит это вам не нирвана nevermind вылизанная вычищенная на хорошем аппарате на хорошем оборудовании сделанная и спродюсированная грамотно а тут этот джон газула продюсер которым вообще было наплевать на то что как как и что будет звучать лишь бы записали уже и ушли ребята но получилось отличная пластинка в результате ride lightning еще лучше еще лучше чем первое хотя бюджет тоже был довольно небольшой но спродюсировали сами все и все получилось примерно так же как на первом альбоме только по звуку лучше и по композиции по композиторским моментом как-то более осмысленно более плотно более закончена хотя те же самые песни бесконечные принцип написания песен такой же то есть конца конца нет песни вот играется песня потом она останавливается начинается следующая хотя логически эта песня могла и играться еще там какое-то количество времени а могла закончится раньше про это уже говорил послушайте внимательно нету концов здесь нет финалов логических у песен ну fight fire with fire очень странное начало на 12 струнной гитаре такое отсылающие к музыке баха и такая 12 струнка тут еще есть одна песня с акустической гитарой но там 6 струнка и там тембр гитары сделан такой как как которого у акустической гитары не существует в принципе то есть такое ощущение что гитара вся сделано корпус весь сделан из из свинца а струны я не знаю из титана наверное при этом гитара акустическая вот звук вот такой вот идет накрутили они там сами конечно будь здоров акустика вообще не похоже на акустику но слышно что это акустика очень здорово ну fight fire with fire там чистая 12 струнка причем звук тоже выкручен так что гитара явно хорошая но звучит так как примерно 12 струнка фабрика луначарского на которой мы играли там 82 году группа аквариум группа кино от своей грамм такой гитаре вот звук такой вот луначарский ну это все к месту ride the lightning хорошая быстрая песня такая быстрая как первая но тоже вполне себе приличная и бенефис выход клиффа бертона фухам the bell tolls почему здесь выход клиффа бертона потому что явно он конечно по написал здесь музыки все очень сложно гармонически интересно мелодически тоже интересно и песня в общем можно сказать классическая для металлики вполне такая нас настоящая композиторское полотно настоящее музыкальное решение серьезный подход этого мне не панк-рок вот отсюда это уже такая музыкальная мысль вовсю летит файды black вот она кстати с этой самой металлической гитары ну а дальше все уже в полном трэше угаре кроме песни номер два на второй стороне escape которая так же как и вот эта вот штука про четырех всадников апокалипсиса она тоже отсылает в рефрине по крайней мере она отсылает классическому хард року рефрен такой просто я не знаю ну десятки групп такие гармонии такие мелодии играли и это приятно потому что что-то знакомое слышишь такой классический hard а потом опять начинается такой а бодрый молодежный металл чуть не произошла катастрофа с этим альбомом потому что когда записывали эту пластинку, в студию пришел Джерри Брон, известный продюсер Bronze Records и были мысли, что он возьмется за продюсирование этой пластинки слава богу не взялся, то ли его выгнали музыканты то ли он сам ушел, как-то не сошлись характерами потому что если бы Джерри Брон взялся продюсировать этот альбом мы получили бы еще один Юрай Ахип с таким вот вязким английским вязким психоделическим звуком, тяжелым но это была бы не металлика совсем он бы убил абсолютно всю музыку, музыку бы оставил прежнюю, но звучало бы это как самый плохой альбом Юрай Ахип слава богу этого не случилось и мы получили отличный бодрый, молодежный подчеркиваю альбом, тот кто хочет оставаться вечно молодым вечно пьяным вот эти две пластинки лучшего средства нет, за это я немедленно выпью пока